Почти 100 тысяч человек по всей стране в эти дни участвуют в акции «Георгиевская лента». Символ Победы раздают на улицах городов и сел абсолютно бесплатно. Активисты Народного фронта вышли к городскому центру культуры Победы в Абакане, где их поддержали музыканты, исполнив для прохожих известные песни военных лет. А на центральной почте о приближающемся празднике напоминали волонтеры Победы. Напомним, Георгиевская лента появилась еще во времена Екатерины II в честь Георгия Победоносца. Вот уже более 200 лет – это символ героических подвигов наших солдат. Особое значение «Георгиевская лента» приобрела в годы Великой Отечественной. Эта война унесла десятки миллионов жизней. Из Хакассии на фронт ушло 70 тысяч бойцов. Домой вернулась только половина. Сейчас в живых остались единицы. Акция «Георгиевская лента» – дань памяти всем солдатам Победы. Сам участвую в параде Победы от военной кафедры. Я считаю, что это мероприятие стоит делать еще более масштабным и никогда о нем не забывать. Я считаю, что, как говорится, никто не забыт, ничто не забыто. И мы навсегда должны помнить то, что было когда-то, нашу историю. Потому что без прошлого нет настоящего. Это же на генном уровне наша память. Вот знаете, мы вроде жили всю жизнь так с прохладцей. А когда случилась вот эта беда, как мы все одной волной встали, не просто волна, а железобетонная такая, и нас не прошибить. Мы бы хотели пожелать нашим ребятам, которые вот там завоюют, защищают наши интересы, чтобы они знали, что мы их помним о них и ценим их, то, что самоотверженность. Вместе с волонтерами в патриотической акции участвовал член молодежного парламента Хакасии Егор Бугров. Он проходит обучение в высшей партийной школе «Единая Россия». Также Егор выставил свою кандидатуру на предварительное голосование. Бугров пробует силы в отборе кандидатов на должность главы Абакана. Я решил принять участие в предварительном голосовании, потому что хочу сделать свой город лучше. Я знаю проблемы города, и у меня есть идеи, как их решить. Я молод и полный сил, и готов работать ради того, чтобы наш город становился безопасным и комфортным для жизни каждого. В настоящий момент в предварительном голосовании «Единой России» на выборы главы Абакана и депутата Госдумы от Хакасии участвуют почти два десятка человек. Прием заявок продлится до 8 мая. За кандидатов в сети интернет смогут проголосовать все избиратели республики. Победители представят партию на осенних выборах. Они состоятся в «Единый день голосования» 8 сентября.